В бельгийской деревне Малон в воскресенье прошла очередная акция протеста против перевода из тюрьмы в монастырь сообщницы педофила и убийцы Марка Дютру. Его бывшая жена Мишель Мартен провела в заключении почти 16 из назначенных ей правосудием 30 лет. На счету супружеской пары похищение шести, изнасилование четырех, убийство двух детей. В начале недели суд удовлетворил просьбу адвокатов Мартена об ее досрочном освобождении переводив келью местного монастыря. Я боюсь за своих детей, у меня их двое. Когда я узнала, что ее выпускают из тюрьмы, то очень испугалась, ведь она может снова все повторить. Она даже не закончила отбывать свой срок. Это ненормально, что ее выпускают на свободу уже сейчас. Никто ни в чем не уверен, ее нельзя выпускать. У нее была возможность освободить двух маленьких девочек и сдаться полиции, пока муж был в тюрьме. Но она этого не сделала, и более того, она рецидивистка. Марк Дютру приговорен к пожизненному заключению. Родители жертв утверждают, что никто не спрашивал их мнения о переводе Мартен в монастырь. Досрочное освобождение в Бельгии – обычная судебная практика. В прошлом году суд позволил освободить Мартен при условии, что она будет переведена в монастырь во Франции. Но французское правительство наложило вето на это решение. Дютру и Мартен были арестованы в 1996 году. Тогда более 400 тысяч человек приняли участие в демонстрации против ошибок и нерасторопности следствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова